Цели реальные, противник условные. В Телембе завершились масштабные учения с применением не только зенитно-ракетных комплексов, но и артиллерийского орудия. Более трех тысяч военнослужащих смогли оценить свои силы в реальных условиях. За ходом учений наблюдал командующий войсками Восточного военного округа. На самом большом в России полигоне Телемба в Бурятии готовятся к стрельбам. Красный флаг поднят уже давно, а значит до начала операции осталось меньше 30 минут. Цель сегодняшних учений – обнаружить и уничтожить противника в воздухе. Кстати, вполне реального. В роли врага выступают ракеты типа «Коршун», «Стриж», «Пищаль». Первыми в бой вступают зенитные комплексы С-300. В боевых стрельбах сегодня участвуют не только профессионалы, но и те, кто еще только учится защищать воздушные рубежи России. Михаил Лакомов в этом году заканчивает Ярославскую военно-космическую академию. Однако впервые с настоящей боевой техникой он смог познакомиться только здесь, в Телембе. В течение пяти лет мы изучаем всю боевую работу. Наши преподаватели нас обучают. И после всего, за все пять лет мы при обучении, которое мы прошли в институте, приезжаем на полигоны, на полигонную практику и показываем себя. На полигоне мы увидели технику, потрогали, как можно сказать, ее. И сейчас будут у нас стрельбы. Михаилу и еще пяти его однокурсникам повезло. Сегодня они вошли в состав боевого расчета. Их задача на радарах обнаружить цель и доложить об этом старшим по званию. А в это время на командном пункте полигона, где все небо как на ладони, следят за светящимися точками. Момент попадания в цель тщательно отслеживается. Сегодня бойцы справились на отметку «отлично». Все семь мишеней были уничтожены. Буквально только что закончились и другие учения на полигоне, батарейно-тактические. Здесь свои навыки на практике смогли попробовать ребята из поселка Горный. Более 70 солдат-срочников учились управлять орудиями полевой артиллерии. Сегодня это была буксируемая гаубица 2А65. Одна предназначена для поражения живой силы, вооружения и военной техники противника. Завтра будет ровно 30 дней, как мы здесь, на Телембе. У нас проходят учения войсковые. Я командовал непосредственно своим расчетом пятым. Наводили на цель, считали угломеры, прицелы. Весь день за учениями наблюдал Константин Сиденко, командующий войсками ВВО. Он побывал сразу на нескольких учебных площадках полигона и в итоге навыками бойцов остался доволен. Сегодня мы завершили очередной этап боевой подготовки, который длился в течение двух месяцев всех наших войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Он характеризуется чем? Во-первых, мы применили здесь все силы и средства ПВО, создали межвидовую группировку. Это и авиация, это войска ПВО, это и артиллерия. И в системе управления, кроме того, участвовал Тихьянский флот. В целом задача выполнена полностью. Светлана Тулунова, Виталий Литвинцев. Время новостей.